МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «День города» и я, ее ведущая, Олеся Котровская. Главная тема сегодня. Смертельные праздники. Более 200 человек попали в ДТП за выходные. Новые штрафы за проезд с Зайцем по платной автодороге накажут рублем. В рабочий ритм после праздников. Как не поддаться стрессу? В январе в России вступили в силу десятки изменений в законодательство, который затронут большинство жителей страны. Одно из них касается минимального размера оплаты труда. С начала этого месяца он должен вырасти на 5,5% и составить 12 792 рубля, впервые превысив прожиточный минимум для трудоспособного населения. Кроме этого, уже проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров на 6,3%. В среднем они вырастут до 17 443 рублей. Хочу отметить, что именно в этом процессе участвуют только неработающие пенсионеры и получающие страховую пенсию по старости. Те пенсионеры, которые получают государственную пенсию, им соответствующая индексация будет приведена с 1 апреля. Не сказать бы, что праздничными стали Новый год и Рождество для сотрудников Рязанской ГИБДД. И пусть по статистике больше 200 ДТП цифры не вопиющие, без человеческих жертв, увы, не обошлось. 10 января. Полдень. 273-й километр автотрассы М5 «Урал». На видео выложены очевидцами в социальных сетях ужасающие подробности столкновения ВАЗ-3110 и «Хонды». Предварительно именно водитель иномарки, житель Мордовии, не справился с управлением и врезался в десятку. Это стоило жизни его пассажиру, умершему при транспортировке скорой. А вот водителя встречки спасти удалось. Статистически это была пятая смерть за долгие выходные. За прошедшие праздничные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 34 ДТП, в результате которых 5 человек погибли и 50 человек получили травмы различной степени тяжести. В области произошло 209 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Сотрудниками госавтоинспекции Рязанской области на протяжении всех праздничных дней проводились оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. В ходе таких мероприятий сотрудниками госавтоинспекции были выявлены 158 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. А это уже фото с другого участка той же трассы М5 «Урал». 14-я модель под управлением Рязанца собрала на встречке сразу два авто «Киарио» с московскими номерами и «Вортекс Эстину» жителя Шацкого района. Травму получили пассажиры в машине виновника аварии, женщина и 8-летний ребенок. И этого можно было избежать, говорят сегодня автоинспекторы, при соблюдении скоростного режима. Также необходимо обращать внимание на метеорологические условия, вести свое транспортное средство с особой аккуратностью, с особым вниманием. Нужно помнить, что даже наличие зимней шиповной резины еще не обеспечивает полный контроль транспортного средства на дороге. Поэтому снижаем скорость обязательно и контролируем вообще происходившую обстановку на дороге. Уже завтра синоптики обещают значительное похолодание до минус 25. Это, как известно, и гололед, и затвердевшие бровки на обочине. А значит, несоблюдение правил и аккуратности на дорогах может стать смертельным. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В управлении МЧС отметили, что в новогодние праздники происшествия с перетехническими изделиями не фиксировались. Однако за выходные произошло 40 пожаров. Без жертв также не обошлось. Погибло два человека. Частный жилой сектор в новогодние праздники – самый пожароопасный. Две трети всех возгораний случились именно здесь. Особо отличились владельцы бань. Десять огневых точек в Клепиковском, Михайловском, Пронском, Ермишинском районах добавили пожарным головной боли. Хорошо обошлось без жертв. Кстати, с частными банями, по словам Александра Сывукова, беда сейчас по всей России. Селектор с регионами это подтверждает. Рязань статистически не уступает. За новогодние праздники в банях произошло 10 пожаров. Это составляет 42%. Основной причиной возникновения пожаров в банях послужило неправильное устройство и неправильная эксплуатация печного оборудования. А вот с пиротехникой рязанцы обращались осторожно. Перестрелок во дворах многоэтажек не устраивали, прохожих не пугали. Разумно вели себя и на водоемах. Впереди крещение. Спасатели обещают подойти к нему во всеоружии. В преддверии крещенских купаний Главное управление МЧС России будет обеспечивать безопасность. В настоящий момент Главным управлением в адрес глав администрации муниципальных образований направлены письма по представлению сведений места для проведения купания. Главное управление соберет все эти сведения и все данные по местам и по количеству будут вывешены на сайте Главного управления МЧС России по Рязанской области. Наказы от главного спасателя Рязанской области стандартны. Своевременное техобслуживание нагревателей, соблюдение техники безопасности и контроль за перегревом. В общем, вы знаете, только в свете наступающих холодов эти устные рекомендации в частном секторе должны стать письменными, а для кого-то и вовсе настольной книгой. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С начала этого года в России начал действовать штраф за неоплату проезда по платной автодороге. За подобное нарушение водители легковых автомобилей должны будут заплатить штраф 1500 рублей, водители грузовиков и автобусов 5000 рублей. В частности, в нем указано, что дело о нарушении будет закрыто для тех, кто оплатил штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Если нарушение зафиксировали несколько раз за сутки, то за второй и последующий случай водители не будут привлекать к ответственности. Штраф будет выноситься автоматически с помощью комплекса фото-видеофиксации. При этом назначать его будет Ространснадзор. Владелец дороги получит информацию со своих устройств о том, что некий автомобиль проехал по его участку бесплатно. В ближайшие дни рязанцы смогут побороться за приятные подарки – смартфон, планшет или беспроводные наушники. Призы они получат по итогам конкурса новогодних видеороликов, которые должны изготовить сами. Кто из рязанцев и гостей города не мечтает о бесплатном планшете или телефоне? Это стало возможно. Нужно всего лишь проявить немного креатива. В честь Нового года информационное агентство «Семинфо» вместе с администрацией города решили устроить конкурс на лучший видеоролик. Хронометраж не должен превышать одной минуты. Смысл конкурса заключается в том, что рязанцы должны снять новогодний ролик из локаций новогодних нашего города. В парках, скверах, везде, где они будут гулять, с семьей, со своими домашними питомцами. В роликах приветствуется изобретательность, песни, танцы, запланированный сценарий. Снять его можно на любые носители, начиная от телефонов до квадрокоптеров. Присылать ролики нужно с 30 декабря по 19 января на почту sale7info.ru. А итоги конкурса будут подведены 25 января. У нас предготовлены очень интересные призы для победителей. За первое место поборются люди, которым подарят планшет Samsung Galaxy. Смартфон Samsung Galaxy будет награжден победителем, который займет второе место. А вот третье место – это конкурс зрительских симпатий. То есть все ролики будут выложены на сайте 7info, и люди будут, рязанцы, будут голосовать. Тот, кто победит в голосовании за третье место, получит в подарок наушники Samsung Galaxy Boots. Первое место определит оргкомитет, второе место – редакция 7info. Состав жюри будет известен 14 января. Все обновления, касающиеся конкурса, будут появляться на сайте городской администрации и редакции 7info. Там же можно ознакомиться с положением конкурса. Стоит сказать, что в первую очередь с помощью этого состязания организаторы хотели бы сделать наш город интереснее не только рязанцам, но и для приезжих. Оцениваться же в работах будет патриотический настрой и творческий подход. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Праздники закончились, а значит настало время возвращаться к делам. После длительных выходных выход на работу может превратиться в настоящее испытание. Чтобы справиться с хандрой и безболезненно войти в рабочий ритм, достаточно следовать простым рекомендациям. Каким выясняла Анна Герцовская. Окончание 2020 года ждали люди чуть ли не на всей планете. Пандемия, международные конфликты и прочие неприятности. От этого человечество не на шутку устало. Многие очень ждали Нового года как панацея ото всех проблем. Люди очень устали, люди очень сильно ждали этого Нового года. Мы ждали чуда, мы ждали какой-то магии, мы ждали, что по щерчку вдруг все у нас изменится. И для того, чтобы это вероятнее всего изменилось, люди решили в этот отдых, в этот порыв вложиться по полной программе. Как говорят специалисты, для многих выйти на работу после затяжных новогодних праздников бывает затруднительно. Однако это зависит и от того, как именно люди проводят такие выходные. Работал аниматором, Дед Морозом, исковое заявление, парочку написал. Ну то есть находил занятия себе, которые приносили мне доход. Дома, с семьей, на рыбалке. Тем, кто не прекращал работать или заниматься спортом на зимних каникулах, легче войти в рабочую колею. Труднее будет тем, кто провел выходные за бурным застольем. В любом случае на это потребуется несколько дней, поскольку 11 дней отдыха можно назвать полноценным всероссийским отпуском. Житейская точка зрения, то есть она какая-то. Люди говорят, ну обычно там 3-5 дней, те же 3-5 дней мне достаточно для того, чтобы кто-то говорит там 1-3 дней. С точки зрения науки, то есть ну как бы единисты, да, они же говорят про акклиматизацию. Акклиматизацию не только там к смене часового пояса или к смене страны, а к тому, что меняется наш распорядок дня. То есть это в среднем занимает 7 дней. По мнению же большинства рязанцев, которых мы встретили, они уже чувствуют себя прекрасно. Многим легко входить в рабочий режим. Я думаю, что проблем у этого никаких нет, у моего поколения, так сказать. Никакой вялости, бодрость сплошная, все хорошо. Чувствую себя прекрасно, хорошее настроение. Ну, сложновато, конечно. Привыкли уже отдыхать, кушать и ложиться поздно, а здесь ритм. Ну, я по спорту двигаюсь, там как бы нормально, как бы все эти праздники поддерживал режим, как бы нормально вернулся к тренерской деятельности, все хорошо. Ну, а я учусь, у меня дистанционный режим, поэтому как бы не особо чувствуюсь. Чувствуется нагрузка сейчас особо на меня. Если все же кому-то не очень легко входить в рабочий режим, у специалистов есть некоторые рекомендации. Причем выполнять их нужно было начать еще за пару дней до начала рабочей недели. Кушать более здоровую пищу, может, меньше количества ложиться, а не в 5 привычный утра. Ложиться чуть-чуть, хотя бы раньше, в час, в два, в десять, в одиннадцать. То есть надо организм подготовить к тому, что завтра в шесть вставать. Следующий момент, многие выходят из праздников, вот по принципу, сейчас на 200-300 процентов выполню. Это очень наивный и неправильный подход. Первые два-три дня, то есть они не будут все равно эффективны. Не надо назначать каких-то серьезных мероприятий. Тем более не стоит принимать каких-то серьезных решений. Лучше всего расписать план на ближайшую неделю, в дальнейшем желательно и на полгода вперед. Ну а некоторые граждане могут продолжить свои праздники, принеся на работу мандарины, чтобы ощущать настроение Нового года. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин